Улечка, это тебе на память Потому что ты это очень хотела. И твоя мечта сбылась. И благодаря кому ты знаешь, это наши экономические агенты, примария. Все это очень добрые, отзывчивые, прекрасные люди. И теперь ты прекрасно будешь себя чувствовать в этом электромобиле. И ты и так не пропускала ни одно занятие. А сейчас я надеюсь, летом ты всегда боялась, что солнышко. А сейчас я думаю, что у тебя будет просто супер. Поздравляю девочку Полину с приобретением такого подарка, потому что он необходим для того, чтобы она посещала центр реабилитации. И развивалась дальше. Желаю тебе, чтобы... Желаю тебе всего самого наилучшего. Приятных, счастливых моментов. И пусть мы будем видеть тебя каждый день на этом скутере в центре реабилитации. Можешь приходить к нам в примарию, радоваться своим успехом. И мы всегда будем рады видеть тебя. А сейчас я хочу Алену пригласить, чтобы ты села, и потом я скажу пару слов. Хорошо? С сегодняшнего дня у тебя начинается новый этап в жизни. Чуть-чуть едешь и много ходишь. И плаваешь, как Алену. И вместе, вместе уже с Аленой работайте. Вместе с ней работайте на компьютере. Смотрите, где какие проекты можно сделать, как вам работать, как сделать так, чтобы ваша жизнь была лучше. Это наши экономические агенты. Это люди доброй души. Это люди, которые верят в Бога. Которые идут с Богом по жизни. Которые не остались безразличны к твоей судьбе. И я надеюсь, что в следующем году все вместе, и не только, вместе с нашими детками, мы будем праздновать твои успехи. Будем радоваться твоим успехам. Сегодня я представляю семью Шошева и Пасковы. Мой брат поздравляет тебя с 8 марта. К сожалению, его нету. Он сейчас на выезде. Но он всегда вместе с нами, вместе с тобой тоже. Он любит всех наших деток, уважает педагогов. Шлет вам пламенный привет и поздравления с 8 марта. И еще раз тебя с праздничком. С 8 марта прежде всего. А это приобретение, это лишь бы временный этап в твоей жизни. Это способ перемещения и способ движения в новую жизнь, в другую жизнь, в лучшую жизнь. С праздничком всем! Берешь ее по руке и берешь шефство над ней. Я хочу в первую очередь поздравить тебя с праздником, потому что я считаю, что для тебя, это действительно, как сказала Мария Дневна, это новый этап в твоей жизни. Сегодня мы хотим от лица, всей семьи пожелать тебе самое главное здоровья, чтобы ты была здорова, чтобы ты радовала своих родителей, чтобы ты радовала нас всех своими успехами. Мы в тебя верим и у тебя все получится. Приятное событие сегодня происходит в этом прекрасном помещении, в прекрасном центре, все красиво оборудовано. И сразу хочу поздравить всех с наступающим 100 марта. Всем здоровья, благ, благополучия, зарплаты хорошие и достатки у семьи, чтобы было. Мира самое главное. И что хочу? Спасибо, действительно, только совместная работа бизнеса Твардицы и Примарии может приносить такие результаты. Это только так. Иначе невозможно, нельзя. Полина, я тебе что хочу сказать? Очень правильно заметила Мария Даниловна, это типа просто средство передвижения, больше ничего. И это первый такой шаг. Ты должна забыть, что у тебя какие-то есть, ну, какие-то со здоровьем какие-то потребности. Ты знаешь, что такое Ник Вычич? Он весь мир объездил, без ног и без рук. И он радуется жизни. Он говорит, что самое главное надежда. Надежда. Лучше, чтобы, говорит, была надежда у каждого человека, чем даже руки и ноги. Так и вам желаю. Здоровья и вперед. Вы должны быть выше всех, какие бы ни были преграды, вы выше должны быть этого. И стремитесь жить. Жить для семьи, для себя, для города. Мы все, если какие-то будут потребности, обращайтесь обратно к нам, к примарии. Мы вам поможем. Мы для этого. Примария для этого. Для этого бизнес-клапицы. И здоровья тебе. И вот ты будешь ехать с маленькой скоростью, будешь большой, у тебя локоны будут. Ты будешь подъезжать к какому-то объекте. Ты обязательно должен делать перчатку. Папа, а это прикрепи сегодня. А в будущем она еще поликмагера будет. Когда мы вручали ей коляску, электромобиль. Мы ее занесли, мальчики занесли ее на руках. Так было? Да, да, да. А сегодня смотрите, какие успехи. Как не радоваться. Вы знаете из-за чего? Потому что у них есть желание. На полис. И поэтому у них все получается. А мы следим за ними, кому вот это делаем. Если бы не было желания и настойчивость родителей, я вам хочу сказать, что этого бы не было. Да, да, мы радуемся ее. Мы знаем, что она и к девочкам, и в бар, и посещает молодежные забрания, и сюда ходит. И в примарию ходит. Она ожила, ожила, ожила и расцвела. И того же желания Полине, чтобы мы в следующий раз действительно, как сказала Бария Даниловна, что мы только радовались ее успехам. Дорогие наши женщины, дорогие наши мамы и дорогие наши те, которые будут мамами. С наступающим 8 марта. Любви вам, здоровья, мира и благополучия в этой жизни. Ну, а Полинка, тебе действительно этот подарок. Большое спасибо всем экономическим агентам. Мы в основном с Владимиром Ильичем звоним. Ну, от имени примариуса, там все согласовано, скажем, работаем. И спасибо большое тем, которые откликнулись на наши звонки, сдали свои, скажем, взносы. И именно вот этот вот, тот твой подарок, он расширит твое движение, общение. А общение – это самое хорошее лекарство, которое есть на земле. Простой, опять-таки, например, когда мы дарили первый электромобиль, действительно ее занесли, она не могла заходить. А теперь она ходит, катается, здоровает, сообщение с праздником тебя. Будь здорова, любима и красива. Было сказано все и правильно, и верно. Подарок, Полинка, это тебе электромобиль. Сказано это, чтобы не было на всю жизнь, на пару лет, на год, как Полинке. Чтобы ты через год-два и он не был нужен тебе. И ходьбу, и движение вперед, и стричь, и прически делать, и готовить, и на дискотеку ходить. И всего-всего тебе самого лучшего, хорошего, доброго, светлого. А я хотела спросить, Полина, а ты хочешь ходить к нашему мастеру, чтобы он тебе давал и мастер-классы, и какие-то познавательные навыки? Мы договоримся, и будешь ходить. Да. Захочешь. Нельзя не сказать в этот день, и постоянно буду говорить об этом, это образцовая семья. Хочу сказать, что к нам поступила Полина, в 6 лет ей было. И огромное спасибо маме, папе. Я вспоминаю эту женщину и в зной, и в холод, она на коляске, когда было Полине 6 лет, и так до 9-10 лет она возила ее к нам. И не пропускала ни одного дня. И хочу сказать, насколько эти люди и Полина обязательные люди. Не было такого, чтобы Полина просто-напросто не пошла на какую-то процедуру. Что не хочет, что не может, что болит. А у нее были проблемы очень. Плохо ходила, болели ножки. Но тем не менее, это говорит о том, что человек очень хочет поправить свое здоровье. А родители, несмотря на то, что им было очень сложно, очень трудно, они ни разу не отказали своей дочери, приходили к нам. Они верили в нас, а мы верили в них. И я думаю, благодаря тому, что теперь у нас, посмотрите, какие экономические агенты, какие у них прекрасные сердца, добрые, отзывчивые. Если бы их не было, не было бы у тебя этого мобиля. И я думаю, что на будущее они всегда интересуются нашими проблемами, во всем нам помогают. Спасибо вам большое, спасибо родителям, спасибо персоналу. И всех благ тебе, и в добрый путь. Я думаю, что ты через год таки будешь ходить. И это у нее получится. Я просто в этом умею. Пользуюсь случай. Полинка, привет. Здравствуйте. В любое время гадьте, удобно гадьте, скажешь, что гадеешь, без проблем, что он у тебя код, и скажешь. Которые же, скротеешь, при чём, никаких нет проблем. Спасибо. Спасибо, Полинка. Спасибо. Я хочу сказать всем большое спасибо, что Полина этого очень-очень ждала. Всех с наступающим. Спасибо. Браво. Браво. Мы знаем, что ты всегда хочешь быть красивой, ты и красивая. Пусть у тебя будет косметический набор. И пусть у тебя это радует. А этот свечений пусть тебе напоминает о нас. Потому что я думаю, что долго мы еще с тобой не будем в этом реабилитационном. Ты будешь самостоятельной, профессия у тебя будет. Но пусть будет память о нас. Мы разные дети, внешности разные, из цвета кожи. Но, безусловно, мы в чем-то похожи. Всем нам счастливыми хочется быть. Новые звезды на небе открыть. Крепко дружить, не бояться другого. Друг мой в коляске, ну что здесь такого? Едет он с нами на перегонки. Вместе рыбачим мы с ним у реки. Нет между нами преград и обид. Он самый лучший, милый мой друг. Годы пройдут, и мы станем взрослее. Ростом повыше, по жизни мудрее. И поменяется мир весь вокруг. Рядом останется преданный друг. Жизнь обещала очень много. Любовь, надежду, доброту. Но повела другой дорогой и не исполнила мечту. На полпути остановилась, споткнулась, повернув назад. И истина мне вдруг открылась, вернув на все особый взгляд. Казалось, непосильна тяжесть, забот, ударов и помех. Что не придет былая радость, но все осилит человек. Собрав в кулак терпение, волю и мир по-прежнему любя. Не подпускайте злую долю и жизнь настройте под себя. Мама самый лучший друг. Это знает все вокруг. Если нас совсем не мучить, мама может нам помочь. Заболеем, мама рядом. Мама знает, что нам надо. Плакать станем при голубой. Мамочки нас очень любят. Даже самый верный друг может нас обидеть в рук. Только мамы наши беды могут превратить в победу. Вот поэтому, друзья, маму не любить нельзя. Даже лучшая подруга не заменит маму друга. Он подвесит не каждые сутки. Не всегда есть цветы у ручья. И как медленно ходят минутки. Час, когда признаются друзья. И как хочется в ливень холодный. В ночь, когда тяжело одному. Кто-то добрый, чтоб благородный. Взял тебя под свое стальное крыло. Так пусть будут все люди друзьями. В жизни каждому помощь нужна. Кроют слезы свои под очками. Видят мир сквозь мутность окна. Жить торопимся, не замечая, как бываем друг другу нужны. Я сегодня всем людям желаю, чтобы мы были сильны и дружны. За подарочек спасибо. Он пришелся по душе. Вы с подарком угадали. Пользуюсь я им уже. Все понравилось мне очень. Искренне я говорю. Оправдались ожидания. От души благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стали подбивайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, на пуль подбивайте. Вот там полеточки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мама, пусть всегда со мной рядом. Мама, мне без большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь больше его не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Только ты всегда поддержишь и успокоишь, и от зависти и злости меня уроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я, с благодарственной руки твоей целую. Мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь больше его не надо. Мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, будь всегда со мною рядом, мама, мне ведь больше его не надо. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости. Слышишь, мама, только не грусти, ты меня за всё, мамочка, прости.